МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первой независимой ЗАП-ТВ. В студии Дарья Калинина. Мы показываем новости 4 из Абайкальского края. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги. Как сытый голодному не товарищ, так и тот, кто живет в тепле, никогда не поймет тех, кто замерзает в собственной квартире. Интервью с той, кто уже готова сделать самый отчаянный шаг. Подробности в этом выпуске. Вот и закончилась пятилетка депутатов Городской думы 7-го созыва. А что они обсуждали и принимали на своем последнем заседании, смотрите в нашем выпуске. В этом выпуске ЗАП-ТВ смотрите сюжет с открытия памятника, но с очень интересной историей. Теперь об этих и других событиях более подробно. Корреспондент ЗАП-ТВ встретилась с жительницей города Борзе, одной из тех активистов, что запланировали голодовку. Подробности дальше в сюжете Юлии Банщиковой. В недавнем прямом эфире министр ЖКХ, энергетики и цифровизации связи Александр Сенкевич сообщил, что многострадальному городу Борзе направлено около 10 миллионов рублей. Еще около 46 миллионов вот-вот поступят. Журналисты ЗАП-ТВ встретились с Мариной Алтаевой, жительницей Борзей, поговорили о том, что им обещают власти, о том, что уже исполнили и главный вопрос, быть ли голодовки. Власти на том же собрании от 18 июня нам пообещали, что они будут нас держать в курсе. И 19 июня нам сообщили о том, что по конкурсу, который городу выделили деньги, те деньги поступили и обещали, что они уже начали работать. Журналисты зашли на сайт госзакупок и на даты с 19 по 25 июня заявок, касающихся обновлений системы ЖКХ в Борзе, там не было. Напомним, новый министр ЖКХ Забайкалья говорил, что они уже начались. На первую часть средств, они буквально сейчас, пока мы тут разговариваем, объявляют торговые процедуры, вносят изменения в планы графики и закупают необходимое оборудование для того, чтобы начать уже ремонт. Судя по отсутствию информации на официальном портале госзакупок, можно предположить, что необходимое оборудование начали приобретать за наличный расчет в ближайшем магазине. Ну а по поводу остальных денег нам было объявлено, что они с 5 июля уже передвинулись на 25-26 июня. То есть, ну, ждем. Ну, в понедельник, во вторник, в среду ждем, на самом деле поступит или нет. Снова заходим на сайт госзакупки. А 27 июня этого года выставлен пока единственный лот. Приобретение и монтаж сетевого насоса второго контура Котлана центральной котельной города Борзе, улица Саватеевская, 57. Начальная цена которого чуть больше миллиона рублей. И пока все еще не ясно, направлены остальные средства в Борзе или все-таки нет. Если первый транш был отправлен больше недели назад, почему только сейчас выставлен первый лот и он один? Или, может быть, в Борзе на самом деле нужен только сетевой насос второго котла? Остальные средства поступят на закупку угля. Вопросов много, ответов ни одного. И самое главное, неужели борзницам все же придется идти на крайний шаг? Голдовка будет, если деньги не поступят. Как бы это ни было печально, и совсем не хочется жертвовать своим здоровьем, мы просто не видим другого выхода. Нас не слышат, мы достучаться не можем. Это акция отчаяния от борзинцев для того, чтобы власть очнулась и начала что-то делать и вытаскивать город из беды. Люди хотят тепла и нормальной жизни. Мы прекрасно понимаем о том, что средств в любом случае недостаточно. Даже вот этих 53 миллиона обещанных, их все равно будет недостаточно. Потому что администрация просит 170 миллионов. Также мы прекрасно понимаем, что в связи с предстоящей модернизацией жилищно-коммунального хозяйства именно в нашем городе, не имеет, вот это просто экономически невыгодно сейчас полностью проводить капитальный ремонт. Сейчас нужно поддержать систему в том состоянии, чтобы она постоянно не давала сбои. Ну и естественно, если будет строиться новая котельная, также мы понимаем, что нет смысла закупать прямо вот все-все-все новое модернизированное оборудование. Это, ну, будут деньги на ветер. Но поддержать нужно обязательно. И 53 миллиона, конечно, мало. Но мы хотим хотя бы их увидеть ежегодно на протяжении последних нескольких, не скажу даже скольких лет, город просит одну сумму, нам дают порядка 7-10%, то есть не больше 10, ну, где-то 12% от требуемой суммы. Но когда-то вот это должно произойти, то, что произошло. Потому что если 10% всего реимонтировать, то, естественно, придет все в негодность. Это как законы физики, мы изучаем химии. Полиция, кстати, выдала накануне Алтаево официальное предостережение, в котором сообщается, что указанные действия создают условия для совершения правонарушения, преступления, а также для продолжения антиобщественного поведения. Власть боится, что люди исполнят свои обещания, в отличие от нее самой. Они нам говорят, что нас задержат. Если мы выйдем в парк ДОСА, нас задержат просто-напросто. И нам не обязательно создавать ажиотаж на улице. Мы можем сесть у кого-то в квартире, ну, элементарно, и все, и сидеть и голодать. Поэтому нам, как многие говорят, что мы там хотим попиариться. Нет, мы просто хотим тепла. К Осипову хочется сказать, включите, пожалуйста, Борзю в состав Забайкальского края. Дарья Калинина, Юлия Банщикова, Евгений Погорелый, Павел Шухляев, ЗАПТ-ТВ. Добавим, что ночью наша съемочная группа выехала в Борзю. Мы увидели все своими глазами, прошли в котельные, встретились с чиновниками и послушали людей, которые годами замерзают в крупнейшем городе Забайкалье. Мы готовим специальный репортаж о человеческом отчаянии. Глава следком Александр Бастрыгин, комментируя миграционное законодательство России, назвал Госдуму государственной дурой, об этом сообщает телеканал «Звезда». Произошло это в Петербурге на международном юридическом форуме, где обсуждалась миграционная тематика. Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят нашей государственной дурой, сказал Бастрыгин. Позже он пояснил, что привел комментарий одного из пользователей соцсетей. Так же, как пишет газету РУ во время своего выступления, Бастрыгин поинтересовался, планирует ли депутаты Госдумы принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Один из депутатов ответил ему, что в Нижней Палате занимаются этой проблемой. Он хотел, чтобы все было честно, а в итоге оказался за бортом, желающий возглавить регион бывший первый заместитель прокурора Забайкали. Максим Шипицын недолго был кандидатом на пост губернатора Забайкальского края от партии КПРФ. Он не прошел такую обязательную процедуру, как муниципальный фильтр. Однако это абсолютно не говорит о том, что он сделал что-то не так или не успел собрать подписи. Он просто стал жертвой политической игры, где главный нападающий действующий губернатор Осипов, команда которого быстро и нагло завладела подписями муниципальных депутатов, абсолютно не важно, что отдавать их на самом деле те хотели за совершенно других кандидатов. В дамке глава региона движется слишком быстро, невзирая на то, что играет он совсем не по правилам. Подробности у Анжелики Понебрашиной. Обычному забайкальцу, который совершенно далек от политики, не интересуется жизнью края и не причислит даже основные фамилии тех, от кого зависит в целом жизнь населения, покажется, что это заказной материал. Те же, кто действительно в теме, поймут сразу, о чем идет речь. Мы не кидаем камень в неурожайный огород губернатора, а лишь показываем пока еще главному чиновнику, работающему здесь вахтовым методом, что тайное всегда станет явным. Итак, мы уже говорили, в сентябре забайкальцы примут участие в выборах губернатора забайкальского края. Те, кто появятся в дальнейшем в бюллетене для голосования, обязаны были пройти муниципальный фильтр, собрать определенное количество подписей именно районных депутатов, тех, кто находится в глубинках. Отметим, сами депутаты ни сном, ни духом об этой процедуре. Понимали, что такое муниципальный фильтр и для чего он нужен лишь единицы. Тем самым, по незнанию, они и были использованы командой Осипова. Да, отдать подписи они хотели за других кандидатов, но по факту поддержали Осипова. А теперь о том, как это было. Еще предприниматель Лев Александров предвидел, «Чуда не будет, муниципальный фильтр может пройти нечестно». Тогда он даже обещал дать целый миллион тому, кто расскажет и предоставит факты о давлении на него во время прохождения этой процедуры. Однако люди в деревнях настолько забиты, что и миллиона им не надо, лишь бы не трогали со стороны нынешней верхушки региональной власти. Максим Шипицын был готов стать губернатором забайкальского края. Однако на пресс-конференции сидит в расстроенных чувствах. Представители от партии КПРФ, проехав по районам, подписи за его кандидатуру не собрали. Как оказалось, роли, кто за кого ставит свой автограф, пусть и в обход закона, уже были распределены. Плюс ко всему, накручивать депутатов, как выяснилось, начали задолго до старта муниципального фильтра, что незаконно. То есть уже в мае месяце начали собирать подготовку к муниципальному фильтру. Я в совете муниципального района тоже и в группе писала и так далее, что куда мы бежим вперед паровоза. Потому что могут появиться такие кандидаты, за которых, возможно, депутаты захотят отдать свою подпись. Но, тем не менее, никому не дали ознакомиться с кандидатурами, правильно? То есть они уже 8-го, 9-го, 10-го муниципальные фильтры у нас в районе собрали. Галина Ананева продолжает. Год назад глава региона Осипов обещал построить в селе Чиндалей футбольное поле с искусственным покрытием, чего не произошло. Однако во время, так сказать, обработки депутатов, такая приманка снова пошла в ход. Только теперь уже как разменная монета. Баш на баш. Мне наш депутат об этом сказал, что ему пообещали, что эту работу будет продолжена, если пройдет Осипов. И, в общем, на это наш депутат согласился поставить подпись. Я говорю, не могу идти против нашего села. То есть вы хотите сказать, что фактически вопрос отделения государственного финансирования был условием для голосования за самодержанца? Получается так. В обмен на подписи, как рассказывают участники встречи, использовался не только метод «ты мне, я тебе», но и откровенный подкуп. Единственное, на Шерлевой горе, где наш коммунист отказалась от подписи категорически, но на нее давили. Она хотела устроиться на работу, на другую работу. Она кастером работает в администрации. Ее предупредили. Возьмем на работу, но голосовать будешь, как я скажу. Вот что это. В других населенных пунктах использовался другой метод, метод «тыка». Никакой самостоятельности и право выбора. Ставим подпись за того, за кого скажут. «Нас вот сколько там привезли, каждому распределили. Вот ты, говорит, подписываешься за Единую Россию, то есть за Справедливую, все за коммунистов России, а за КПРФ никому не подписывать. Я говорю, ну, коммунисты России, это, говорю, предатели, которые с КПРФ выгнали, и все, кто вот куда к ним примкнул, вот. Ну, что, говорит, я сделаю? Мне, говорит, надо работать. Представляете, вот такая. Тоже самая картина у нас и в других поселениях. В Кадах, я звоню. Потом в Кайдалово. Везде так. Везде спрашивают, кто за вас платил. Администрация. Вот, везде администрация. Максим Шипицын сидеть сложа руки, наблюдая за творящимся бородаком, не собирается. Он готовит обращение в Генеральную прокуратуру, представителем которой присмотреться к действующему главе региона Осипову стоило бы уже после того, как он подтянул в край сомнительного концессионера Станислава Неверова. Как итог, бюджетные деньги с многочисленными нулями утекли вместе с обещанием возвести в край строительные объекты и газифицировать Читу. Благо, среагировал за наших силовиков оперативно губернатор Хабаровска и Неверов поехал в СИЗО, место в котором пустует и для других участников недавних событий в Забайкальском крае. Сразу два топовых российских миллиардера, имеющих бизнес в Забайкале, попали в список самых богатых 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 23-й год, об этом сообщает Форбс. На четвертом месте рейтинга получателей прибыли по акциям находится владелец ООО Даканской метели Шарусманов. В прошлом году принадлежащие ему акции Мегафона и Металлоинвеста принесли дивидендов на без малого 80 миллиардов рублей. 16-ю строчку рейтинга занял владелец Читинского аэропорта Роман Троценко. Его инвестиционные доходы превысили 22 миллиарда. Напомним, за первый квартал этого года Алишер Усманов потерял почти 3 миллиарда долларов. Также ранее сообщалось о введенных Евросоюзом экономических санкциях в отношении Романа Троценко. 27 июня прошло последнее заседание депутатов Городской думы седьмого созыва. О некоторых вопросах заседания и итогах пятилетней работы думы в сюжете Ивана Батырева. Евгений Ерилов проводит регистрацию и перекличку депутатов и объявляет заседание открытым. На повестке дня было аж 28 вопросов, включая дополнительные. Оно и понятно, заседания последние, а так называемых хвостов еще много. Нужно успеть закрыть их все. Об отчете о ходе реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Горочита до 2030 года. По результатам можно отметить, что с 2023 года наметилась тенденция к снижению смертности и увеличению коэффициента естественного прироста. Произошло увеличение объема отбороженных товаров собственного производства по сравнению с нормированием значениям на 7,6%. Объем работы выполняем по виду деятельности строительства на 65,8%. Показатели ввода в эксплуатацию за счет всех источников финансирования перевыполнены на 50,9%. Для шестого показателя раздела развития социальной сферы выполнены на 100%. 80% показателей достигли плановых значений. По многим даже наблюдается перевыполнение, подчеркнул Андрей Гринишин. Следующий вопрос касался перевозок, а именно организации регулярных перевозок пассажиров и багажа и проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. С этой темой в Чите настоящая беда. Не ходят даже маршруты центра города. Также предполагаемый проект дополняется такими требованиями, предполагаемыми на перевозчиках, как требования к лицам, допущенных к управлению транспортными средствами, требованиями к самим транспортным средствам, расширение перечня оснований для обслуживания муниципальных маршрутов. Мы добавили такие, как концессионные соглашения, соглашения о муниципальном частном партнерстве, изменения требований к передаче информации в местоположении транспортного действия, то есть перевозчики теперь обязаны будут доставлять доступ к ГЛМАСу для отслеживания автогранспортных средств. Также конкретизирован процесс проведения открытого проспорса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам, шкала оценки критериев для сопоставления заявок не обошлось и без курьезов. Депутат и председатель комитета ЖКХ Александр Прокопенюк видимо так задумался о судьбе родного города, что и забыл, что он выступает по одному из вопросов. «Единогласно рекомендуем принять». «О признании, утратившей силы, решение Думы городского округа». «О признании, утратившей силы, городской Думы…» «Городской Думы не надо, решение только». Новая управленческая должность мэра города Чита все ближе. По этому вопросу выступила Людмила Агафонова. «Так, вопрос о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Читы. В принципе, там порядок не меняется, поэтому вносим изменения именно в этом». «В название должности». «Да, тогда именно в название». Но подобный порядок и изменения не понравились депутату Александру Щебенькову. Он остается при своем неизменном мнении. Депутаты обманывают избирателей. «Скажите, пожалуйста, чем все-таки у нас сейчас новый конкурс, который мы принимаем, отличается от предыдущего? Вообще ничем?» «Конкурс – ничем». «Так, а в чем тогда отличие? Потому что, насколько я понял, что было сказано то, что мы теперь будем со следующего срока выбирать мэра. Если ничем не меняется, тогда мы и до этого не выбирали. Мы назначали на должности мэра. «Раньше назначали, сейчас мы выбираем. Будет тайное голосование, депутатам будет выбираться. Количество голосов должно быть не менее 16». «Так оно так, и до этого было абсолютно один в один. Тогда, получается, мы всех жителей нашего города слегка слукавили. Я не буду говорить других слов. Когда сказали, что теперь вы будете выбирать, у вас будет выбираться мэр, будет точно так же с 16 человеками в кабинку для голосования. Пошли, проголосовали и назначили нужного человека. Правильно? Они выбрали. Так ведь?» Идем дальше. В завершении заседания выступил Евгений Ярилов и кратко подвел итоги пятилетней работы городской думы. Статистика вещь упрямая. И она доказывает, что дума городского округа седьмого созыва справилась со всеми поставленными задачами на 100%. Дума в планном порядке, а также сверхустановленного плана, своевременно и в полном объеме рассматривала и принимала необходимые городу решения и нормативно-правовые акты. Главным достижением Думы за прошедший период является создание достаточной нормативно-правовой базы, необходимой для устойчивого развития города. Данный состав депутатов окончил свою работу. Следующее заседание городской думы пройдет только в сентябре. Это будет уже новый состав депутаты восьмого созыва. А как вы думаете, справились ли депутаты с возложенными на них обязанностями? Кого из предыдущего состава вы хотели бы видеть на своем округе, а кого решительно нет? Пишите свое мнение в комментариях, мы внимательно их читаем. Иван Батырев, Ирина Тимофеева, Иван Корнев, ЗАПТВ. В Рио директора ЗАПТЭК Александра Тагунова отстранили от должности, об этом сообщается в телеграм-канале компании. Формулировка отстранения в связи с утратой доверия. Решение было принято накануне на совете директоров компании. Напомним, ранее сообщалось о грядущем банкротстве ЗАПТЭК. Прежний руководитель Константин Фокин уволился год назад. Между тем, Александр Тагунов, назначенный директором весной, рассказал СМИ, что действия правительства Забайкалья по вливанию денег в компанию только ухудшают финансовое положение ЗАПТЭК, поскольку все суммы и безвозмездно переданный уголь облагаются налогами, не учтенными в тарифе. При этом из бюджета не выплачиваются межтарифные разницы. Он также заявил, что члены правительства не принимают никаких решений о будущем компании, в том числе по передаче объектов в концессии другим участникам рынка. Самостоятельное же решение Тагунова об этом может повлечь в возбуждение уголовного дела против него. Компания ЗАПТЭК, напомним, работает в 49 населенных пунктах края. На обслуживании компании находятся 105 котельных и одна ТЭЦ. По данным на конец прошлого года, чистый убыток ЗАПТЭКа составил 193,4 миллиона рублей. Съемочная группа ЗАПТВ побывала в Новотроицке на открытии памятника. Честно, мы бы и не поехали на такое мероприятие. Для событий с ножницами, ленточками есть другие телеканалы. Но от такой истории мы отказаться просто не смогли. Подробности смотрите дальше у Вячеслава Бортницкого. Мы находимся в Новотроицке. Позади меня просторы этого живописного села. Сегодня мы здесь снимаем открытие памятника. Вообще, журналисты ЗАПТЭК не очень любят эти перерезания ленточек. Но история этого памятника очень интересная. Об этом сегодня и расскажем. Хотелось бы начать с того, что с новотроицкого поселения в годы Великой Отечественной войны ушло 124 человека на войну. Из них вернулось только 53. И, конечно же, надо отдать должное тем людям, которые восстановили все эти данные и открыли памятный мемориал на территории школы Миронова. И с тех пор этот памятник олицетворяет подвиг нашего народа, тех земляков, которые с Новотроицка ушли. В 2020 году памятник на реставрацию встал. И вот, наконец-то, закончили подрядчики, спонсоры, объединили свои усилия и завершили эту работу. Конечно, сегодня такое памятное событие. Сизиков Василий Савельевич на постаменте его бюст. Это наш герой, по сути дела, кавалер Орденов Славы, полный кавалер. Дошел до Берлина, в 19 лет был призван и к концу войны стал командиром расчета. И именем этого героя названа школа в Новотроицке. В прошлом году это звание присвоено было. Но сегодня вот событие такое знаменательное для селян, для нас, для всех. Собираются люди. Будем открывать памятник. Самый главный вопрос, мы все-таки канал ЗАП-ТВ, да? Насколько я знаю, тут нет ни копейки бюджетных денег, так ли это? Да, совершенно верно. Я уже упомянул о том, что это спонсоры, которые люди неравнодушные, которые живут здесь, в селе, и не только в селе. И на вот эти деньги вот этот памятник построили. Далее по сценарию. Митинг в честь открытия и торжественное избавление памятника от скрывающей его ткани. В речах выступающих часто звучали несколько фамилий, без которых мероприятие вряд ли состоялось. Первая – семья Мироновых, которые восстановили историю каждого бойца и открывали первый памятник 45 лет назад. Кому как не им оценивать и принимать работу. Время берет свое. Памятник надо было или реставрировать, или делать другой. В то время директором была Надежда Юрьевна, инициативная женщина. Она решила сделать новый памятник. Вот новый памятник и поставили на месте старого памятника, которого не было 4 года. Но тот-то памятник 45 лет был. Люди-то все старожилы знают. И вы знаете, как жалко тот памятник тоже было? Это такой высокий был обелиск. И вот школа казалась из-за памятника такой родной-родной. И когда приезжали выпускники наши, они сразу, они просто шарахались, что не было памятника. Куда девался памятник? Они с таким вопросом к нам прибегали. Ну, мы все время объясняли, будет на месте восстановлен новый памятник. Восстановили. Молодцы. Спасибо. Но это говорит о том, что все-таки память, она никогда не уходила в этом селе. А знают все об этих односельчанах. Как настоящие историки, по призванию семья Мироновых не устояла от интересной исторической справки о своем селе для наших зрителей. И вот Иосиф Иванович сказал, что не надо забывать, нельзя забывать такие моменты, что Югер Павел Яковлевич, это летчик по приказу Жукова, выполнял задание. Тот очень долго, это я на основании журналистского расследования вам говорю, тот очень долго выбирал экипаж, который привезет знамя победы, и остановился на летчике Югере. И вот Павел Яковлевич, мы с ним лично встречались, он к нам в гости приезжал, он был в селе, мы долго с ним разговаривали, мы переписывались с ним, поэтому вот историю подлинную я очень хорошо знаю. Я областным и начальством недоволен, по музеям ходил, музей боевой славы ходил, его нигде не вспоминают. Область должна гордиться, что летчик, забайкальский летчик, знамя победы, это самому лучшему летчику дают, привезти знамя победы. А они забили, он первый раз приехал на самосвале, за дрипаном самосвале приехал сюда. Неужели не могли ему машину выделить, Волгу? Ну это когда было. Сейчас-то памятник, то, что отреставрировали, да, вы открывали самый первый. Этот памятник вам как? Нормально, хорошо, приветствуем. Вот я понял, ваша задача об этом памятнике сказать. А я-то что-то наболела мне толк, говорю, вот. Обиды за то. Да. Продолжим об истории. Есть еще маленькая деталь, которой может похвастать не каждый памятник, не то, что на селе в Забайкале, а в мире. Насколько я знаю, в Забайкальском крае единственный человек, скульптор, который может такие памятники делать, да? Расскажите много вот об этом бюсте сегодняшнем. И я знаю, тут есть еще маленькая копия, тоже интересная сделана. Интересная деталь. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, уникальность, наверное, и в этом. Уникальность в том, что я являюсь основателем студии оловянной миниатюры. Это единственная в крае студия, которая может изготавливать фигурки из олова. То есть по технологии мастеров еще, наверное, 17 века. Тот бюст – это, ну, скажем так, работа большая, но она проще, потому что она больше. А миниатюра, она всегда сложнее, потому что она меньше. Поэтому как бы более дорог, ну, конечно, недороги мне оба, но более дорог вот этот маленький, который выполнен как бы в традиционной манере оловянной миниатюры. Кроме прочего, комплекс выполнен, учитывая современные реалии. Данный памятный комплекс удобен в том, что он недорог в обслуживании. И для школы это как бы очень даже хорошо, потому что, ну, дополнительных средств, как правило, у нас нет на такие вещи. Закончим сюжет словами благодарности. Владимир Викторович Лобанов – замечательный человек, который встретился на нашем пути. Он нам помог в этом. Буквально вот за свои средства никого мы не привлекали больше и силами населения, за что тоже очень благодарны всем, кто принимал участие. Никто не остался равнодушным, потому что все прекрасно понимают, что это памятник, памятный комплекс теперь уже несет память о наших земляках, тех, кто сражался и принес нам победу. Но больших и долгих слов говорить не буду. На самом деле я хочу вас всех поблагодарить. Потому что как бы я ни старался, как бы я ничего не делал без новотроицких людей, цилинки, танхи, у меня бы ничего не получилось. Спасибо вам большое от души. Спасибо, что приняли. Приняли, да, нам это тяжеловато давалось, да, мы такой длительный период это все восстанавливали. Но именно ваша поддержка, ваша поддержка. Я не знаю, почему я не новотроицкий, а почему я к новотроицку прилип. Я, грубо говоря, всей душой как бы здесь живу, помогаю. Но, видимо, душа такая здесь новотроицкий, душа вашего Надежды Юрьевны, Татьяны Ивановны, всех, ну, всех здесь. Теренчич, ну, наш любимый, да, ну, спасибо вам от души. Я надеюсь, это принесет пользу. Вы будете это беречь, развивать. Я всегда буду рядом, буду всегда вам помогать. Спасибо. Вячеслав Бархницкий, Павел Карпов, Иван Корнев, ЗАП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой под нашими выпусками новостей на Ютьюбе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах, делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска Чита Моторос. Официальный дилер Черри в Забайкальском крае. Современные и надежные кроссоверы Черри ждут вас в Черри-центр Чита. Два года в Забайкальском крае. 18 лет в России. Выгодные условия по обмену вашего автомобиля и 7 лет технической поддержки. Суббота, 29 июня. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов. Днем плюс 27. Переменная облачность. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. У меня на этом все. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok